Приветствую вас, Евгения. Давайте разберем вопрос, который вы задаете. Вы знаете, я бы хотел ответить на ваш вопрос, поскольку вам уже отвечали на него и отвечали, как мне кажется, довольно хорошо. Я бы хотел ответить на ваш вопрос, вот с какой позиции. Вы говорите о разных моделях отношений, о разных моделях семьи, вы говорите о разных основаниях для отношений. Вот, вы говорите о многих разных вещах по большому счету. И, как бы мне кажется, что и те другие модели взаимоотношений, между родителями, между родителями и детьми, да, вот, между мужчиной и женщиной в том числе тоже. Все разные модели имеют место быть. Но вам нужно выбрать ту модель, которая на большем образом отвечает вашему внутреннему состоянию, потому что если вы не будете чувствовать себя на своем месте в той или иной модели, то вы будете неудовлетворены, а неудовлетворенно будет транслироваться вашей дочери. И в итоге вы вроде как живете ради дочери, но в то же время ей вредите. Поэтому это нужно иметь в виду. Следующее. Поскольку модели могут быть разными и, в принципе, и у той, и у другой модели как бы есть, ну, как плюсы, так и минусы, что мне кажется вполне себе нормально, вот, есть нечто, нечто общее, на что я хотел бы обратить ваше внимание. Общее то, что почему-то все мужчины, о которых идет речь у вас в тексте, я не знаю, может быть еще мужчины были, но вот именно те мужчины, все мужчины, о которых вы пишете, почему-то хотят использовать вас для растения детей. То есть вот мужчина не видит вас, ни женщину, ни личность, как сексуальный партнер вы воспринимаетесь, и как, собственно, возможно, мужчине иметь потомство. Да, продолжит свой рот с вашей помощью. Причем это очень такой, такой обесценивающей, пренебрежительной формы, ну, преподносится. И в этом контексте хочется задать вам вопрос. А нет ли у вас такого, что вы сводите роль женщины к собственному воспитанию детей и нахождению в семье? Потому что то, что вы говорите, что мне 32 года, какое значение имеет возраст для вас? То, что вы говорите, мне одной, значит, тяжело содержать ребенка одного, как бы свидетельствует о том, что как будто бы вы изначально заточены под не самостоятельное положение. Да, что вы не можете обеспечить себя и своего ребенка. Нет, понятно, что на время беременности или родов, особенно если роды проходили тяжело, как вы говорите. Понятно, что здесь вы себя обеспечить не можете, это понятно. Но как бы до и после этого, когда декретный отпуск, условно говоря, прошел 2-3 года. Вот. Если у человека есть дело, если у человека есть, как бы, ну, определенный путь, профессиональный путь или творческий, то он по нему идет. Вот у меня ощущение, что у вас ни профессионального, ни творческого пути нет. Я не знаю, могу ошибаться. Понятно, что вы об этом не написали и, как бы, вы можете сказать, ну, слушай, слушай, Андрей, у меня как бы все есть, да, но вот просто об этом не пишу, например. Но, знаете, ощущение такое, иначе бы просто вопрос обеспечения, блин, а не стоял. Понимаете? И вот эта мысль, знаете, мысль от вашего текста, что вот вообще-то сама по себе я никто, сама по себе я ничего не стою. Я могу быть кем-то только рядом с мужчиной, и поэтому я, там, соглашаюсь на то, что ко мне пренебрежительно относится, там, использует меня и прочее, 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 прочее. Вот. Понимаете? Какая позиция. И опять же, опять же, смотрите, какой важный момент. У вас необязательно должен быть творческий путь и профессиональный путь, необязательно. И необязательно вам полностью отвергать то, что вы не самостоятельно, ну, в плане мужчины. Это тоже необязательно. Почему я об этом всем говорю? Потому что вы не удовлетворены. Потому что вы не хотите рожать, а, как бы, от вас требуют. Потому что, потому что, несмотря на то, что человек, вытеря в вас ноги, да, не изменился. Вы опять с ним, и хотите с ним жить. И мне кажется, что вам от этого не очень хорошо. Потому что, как заметил мой коллега Кудрышёв Игорь Леонидович, ключевое чувство, которое вами движет, чтобы быть в отношениях с мужчиной, без исходности я без него не справлюсь. Сама я никто. Сама я ничего не знаю. Ничего не представляю из себя. Вот. Это очень, как бы, тревожный, деструктивный момент. И вопрос заключается в том, хотите ли вы это менять, хотите ли вы это корректировать. Потому что, ну, счастливы ли вы. Вот. Понимаете, вот, какая штука, вот. Приходит, там, несколько человек. Ну, абсолютно разных людей. Кто-то, там, генеральный директор крупных фирм, кто-то, там, рядовой сотрудник предприятия. Вот. Кто-то, там, грузчиком работает, кто-то, там, занимается геноинженерией, там, и так далее. Вот. Я как-то, что ты спрашиваешь, вот, скажите, пожалуйста, вот, вы счастливы? И вот, понимаете, в этом контексте люди делятся на две категории. С больших таких категорий. Первый категорий, когда счастье определяется стереотипом. То есть, словно говоря, если у меня, там, есть большая крупная фирма, вот, если у меня, там, доход, там, шестидначная цифра, вот, в месяц, то я счастлив. Если этого нет, если я потеряю это, я счастлив. Я не счастлив. Вот мне кажется, что счастье – это такая штука, которая исключает флота. Потому что, бензажин, бензажин и счастливый человек, а не стереотипный. Он счастлив всегда, где бы ни был. В какой бы, какой бы ситуации ни находился, а в каком положении ни находился. Понятно, что иногда мы грустим. Понятно, что все мы грустим. У всех у нас бывают, там, тяжелые дни бывают. Подавленность и так далее. Это нормально. Это естественно. Но в целом, в целом, мне хорошо в этой позиции. И мне не хорошо. Мне комфортно в этой позиции. Мне не комфортно. И вот на вопросы комфорта вам нужно себе ответить. Много путей перед вами. Много. Но выбор вы можете сделать такой, где вам придется страдать. А вместе с тем будет страдать и ваша дочь. И выбор вы можете такой сделать. И вы будете счастливы. И вместе с вами будет счастлива ваша дочь. И этот выбор никак не связан с какой-то моделью. Никак не связан с тем, что какая-то модель правильная, какая-то модель неправильная. нет. Это именно ваш отклик от той или иной модели. Ваш выбор той или иной модели. Ну выбор не головой, а выбор чувствами. Чем-то, чем-то, что находится у вас в животе. Вот примерно так. Мне кажется, что неплохим способом сделать некоторый шаг к тому, о чем я сказал, будет следующее. Задайте себе вопрос. Кто вы? И не обращайте внимание на первые три ответа, которые вам придут в голову. Тогда дальше, после трех ответов, посмотрите повнимательнее. Скорее всего, ответ вы не найдете. Это вопрос не на ответ, вопрос на подумать. Но от того, в каком направлении вы будете думать, стараясь ответить на этот вопрос, я думаю, будет зависеть то, как дальше вы будете жить. Потому что с кем бы вы не были, какой бы выбор вы не сделали, какой бы позиции вы не находились, и какой модели отношений вы не поддерживали, важно, чтобы вам было в этом комфортно. Это единственное, на этом всем. Но я надеюсь, что помог вам. А я надеюсь, что пищу для размышлений какой-то набрал. Я буду благодарен вам за отклик по моему ответу. Это послужит вам началом работы над собой. Я желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация будет разрешена. Продолжение следует... Продолжение следует...